Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 3190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А в гостях у меня Андрей Валерьевич Зиновьев, орнитолог, заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктор биологических наук, профессор высшей школы экономики. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Валерьевич Павлов, президент Тверского джип-клуба «Лебедушка Женя». Добрый день. Добрый день. Виктория Викторовна Тимкина, завуч по воспитательной работе средней школы номер 17 города Твери. Виктория Викторовна, здравствуйте. Добрый день. И Козлов Артем Алексеевич, ведущий специалист по связям с общественностью Тверского вагоностроительного завода, член Тверского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Артем, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы пригласили в студию, уважаемые друзья, очень интересных людей, людей абсолютно разных профессий, людей, которых знают, наверное, жители, многие жители Твери и Тверской области, но объединяет вас, дорогие друзья, одну – это страсть к путешествиям. С 8 по 15 августа, да, ничего не путаю, в Тверской области пройдет комплексная военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж-2020». Все вы, уважаемые друзья, участники этой экспедиции. Организатор экспедиции «Портал Панорама.Про» медиахолдинга Тверской проспекты – 17-я средняя школа Твери. Почему 17-я школа? Потому что именно здесь, да, Виктория Викторовна, в вашей школе работал кандидат технических наук, доцент кафедры туризма и природопользования Тверского государственного университета, действительно член русского географического общества Гарри Семенович Горевой, да, и именно Гарри Горевой планировал завершить большой проект «Волжский рубеж» в год 75-летия Великой Победы. Но так случилось, что именно в День Победы Гарри Семеновича не стало. Но дело продолжается. И вот мы сегодня, уважаемые друзья, присутствуем перед продолжением этого дела, да, скоро вы отправитесь в путь. Итак, давайте скажем, расскажем нашим уважаемым слушателям, с чего все начиналось, да, и что планируется. Андрей Валерьевич, наверное, вы как руководитель экспедиции, да, несколько слов, куда, по каким рекам и что будете смотреть? Действительно, это целая серия экспедиций, и многие знают Гарри Семеновича, я думаю, что его представлять не надо. Да, он с молодых лет ходит в эти экспедиции. Это историк патриотический, это и знаменитые лыжи на его зимние походы. Об этом, наверное, лучше знают его коллеги по второму научно-исследовательскому институту Министерства обороны, где он работал, занимался укреплением обороноспособности нашей страны. Кстати, он очень скромный человек, и ни разу, по-моему, даже ее не одевал. У него, на самом деле, орден Красной Звезды. Это боевой, на самом деле, орден, который дается за укрепление обороноспособности страны. И вот этот увлеченный человек привлекал к своему увлечению, к своим походам, в том числе и коллег, и более молодых. Вот он, как вы уже сказали, работал в 17-й школе, и вот эти походы, они в конце концов выросли в так называемые комплексные историко-патриотические, а впоследствии не только историко-патриотические, потому что проходят через столь замечательные места Тверского региона, где и природа чудесная, и геология, и рельеф. Конечно, они в какой-то момент вылились и в комплексные научно-исследовательские историко-патриотические экспедиции. Причем вот наша нынешняя экспедиция, она будет в таком классическом формате, который сформировался в результате многих таких экспедиций. Она у нас 21-я. Уже 20 таких прошло. И вот этот классический формат, когда экспедиция идет не только по воде. С воды можно видеть родники, с воды можно видеть какие-то прибрежные участки, с воды можно встретиться с населением, которое выходит на берег. Выходит и приветствовать людей. Приветствовать, да. Какие-то экскурсии небольшие сделать. Но традиционно экспедиция проводилась как пешеводная. То есть у нас была еще и пешая группа, которая обеспечивала охват территории для того, чтобы серьезный отчет получился не только ограниченный вот этим движением по рекам. А реки замечательные, по которым мы пойдем. Реки какие? Это река Большая Коша. Это Сележаровский район. Это Сележаровский район, это приток Волги. Дальше мы по Большой Коши выходим в Волгу. И дальше вниз по Волге до замечательной деревни Кокошкино. Великолепные места. Это и высокий берег, это и березовая роща. Это памятники героям 1812 года, 1945 года. Вот мой коллега Евгений расскажет об этом. Они с Гаррием Семеновичем там устанавливали памятник. И таким образом по Волге мы пройдем еще через два района. Это Старицкий район и район Ржевский. Так, это будут байдарки, да? Идете на байдарки. Пишет группа, о которой вы сейчас сказали, Андрей Валерьевич. Она параллельно, да? Идет группа на байдарках, параллельно идут ребята пешими, да? Да, традиционно мы, конечно, договариваемся о месте встречи, о месте лагеря. Потому что не всегда долго подходит к реке. И мы не всегда визуально друг друга видим. Кстати, для этого у нас есть рации. Ну, это да, и необходимость. Конечно, связь. Далеко не везде мобильные телефоны работают, а вот на небольшом расстоянии рации работают. И мы всегда, как пешая группа, так и начинающие, замыкающие водные группы их имеют. Это не только байдарки, на самом деле планируется. И плод, если вы не ошибаетесь. Да, и плод. И катамаран. Да, вода в этом году высокая. Скорее всего, она позволит. Воды много, да. Дождей много было. И планируется еще надувная резиновая лодка, на которой будет двигаться наш замечательный майор Андрей Повозов. Будем надеяться. Это наш рыболов, который занимается не только столом нашей экспедиции рыбным, но также показывает то, что он ловит. И я, как зоолог, не только орнитолог, на самом деле, но и хтеолог, описываю богатства, рыбные богатства. А, питает, да? Да, да, да. Среди которых есть... Кстати, уважаемые друзья, сколько людей прибавляется экспедиция с годами? Может быть, начиналась она человек 5-6, вот как у нас группа ходит небольшая, но у нас специфические походы. А потом прирастает и прирастает. Как? Да, да, конечно. Ну, вот мой опыт туристический не такой большой, да, водных походов. Ну, вот три года я принимаю участие, и я вижу действительно такой большой рост по количеству людей. Вот в походе три года назад у нас было 11 человек, согласно отчету. 11 человек вообще в экспедиции? Да, 11 человек. В прошлом году у нас было 19 человек, а в этом году у нас 42. 42? 42 человека. Это, уважаемые друзья, целая флотилия. Это есть на что посмотреть. Какая красота. Да, вы, наверное, флаги, да, горные берете с собой, что-то, какую-то атрибутику вот такую. Обязательно, обязательно у нас будут флаги. Ну, прежде всего, флаг туристического клуба «Непоседы», школьного туристического клуба, из которого многое выросло. В том числе, Гарри Семенович 35 лет возглавлял в 17-й школе туристический клуб «Непоседы». И очень многие выпускники школы, директор школы Кучина Елена Анатольевна, она как раз вот тоже выросла из этого клуба. Вот этот флаг, флаг города Твери, флаг 75-летия победы, плюс флаги Тверского вагоностроительного завода. Ну, и вот мы будем себя, конечно, стараться обознать. Ну, вот, коль о флагах речь зашла, то у нас в студии тоже существуют, есть флаги, да, свои представленные, да. Артем Алексеевич, это флаги регионального отделения СМСР, да, вагоностроительный завод, генеральный спонсор этого проекта. Почему интересно? И насколько вам это интересно? Вы турист вообще вот так, по натуре? Да, на самом деле я закончил Тверской государственный университет. Игорь Семенович был моим преподавателем, и, собственно, в студенческие годы я пристрастился к водным походам. Потом, к сожалению, там где-то не хватало времени. Вот сейчас появилась возможность, и так совпало то, что на Тверской вагоностроительный завод в этом году обратились. И при поддержке Тверского регионального отделения СМСР, Тверской вагоностроительный завод выступает генеральным спонсором, помогает с техническим оснащением, с заброской, с покупкой продуктов, сбором аптечки. Ну и плюс сейчас где-то треть участников экспедиции – это сотрудники вагонзавода и члены их семей. То есть идут и сами сотрудники вагонзавода. Кстати, техническая часть – 45 человек. Это очень серьезно. Это же и те же самые байдарки, да? Это же большое вложение. Да, у нас всегда есть возможность варьировать между пешей группой и байдарками, потому что далеко не всегда при таком количестве человек мы можем рассчитывать на места в байдарках. Но всегда это решается достаточно легко. И вот совершенно верно было сказано, что помощь серьезная. Как правило, заброска и доставка по окончании экспедиции членов экспедиции – это достаточно большая проблема. И вот я с Гаррием Семеновичем хожу уже 25 лет в экспедиции. У нас были там моменты, когда и только 4 человека шли. Был такой вариант. И вот во многом это обуславливалось не то, что не желают люди идти в эту экспедицию, но нет вот этой возможности. Нет возможности, потому что давайте мы об этом и о многом другом поговорим сразу после рекламной паузы. Прервемся буквально на пару минут, а потом не переключайтесь. В эфире программа «Тема дня» 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о путешествиях, об экспедиции, комплексной военно-патриотической экспедиции в узкий рубеж 2020. Наши земляки отправляются в поход с 8 по 15 августа по Слежаровский, Ржевский, Старицкий район. Это будут байдарки, это будет плод, это будет катамаран, это будет пешая часть похода. Все очень интересно. Естественно, Женя, обращаюсь я к Евгению Валерьевичу Павлову, президенту Тверского джип-клуба «Лебедушка». Мы привыкли, да, тебя видеть, что ты присутствуешь в подобных экспедициях на своем железном коне, да, это обязательно, возможно, машины. Теперь это будет байдарка. Ты вот говорил до эфира, долго думал, машина или байдарка победила. Почему? Ну, на самом деле, действительно долго думал, да, потому что победила желание пойти с дочкой на байдарке. Так получается, что на машинах, на машинах, на машинах езжу, да, а начинал-то, собственно, я начинал туристическую свою, скажем так, деятельность, как раз вот с водных походов, да, и Игорь Семенович, это мой крестный отец в туризме, собственно, с его там легкой руки, да, то есть я был в одном из своих первых походов, ну, в первом большом, назовем так. Так, прямо с ним как раз мы по Волге справлялись от, называется, от истока, на самом деле справлялись, конечно, от пена до Тверима на плотах. На плотах? Пеноплаты сделали, как бы, да, и на них справлялись, как бы, это реально первый мой большой поход, но он такой был бы, как бы, разовый, это было между девятым и десятым классом, ну, там, перед выпускным. А после, вот, стоило мне только поступить в политех, в первый день сентября или второй, там, когда я поехал в Москву, и с Горей Семеновичем мы встретились просто в электричке в одном вагоне. Это уже, что называется, судьба, уважаемые друзья. Да, и все, я уже вышел с электрички и отправился сразу на курсы туристов, инструкторов, как бы, по водному туризму. Ну, в начале туристов-краеведов, а дальше нас, как бы, получилось, объединили с водниками, вот, и все. Это вот были курсы, вот, Жень, вот ты рассказываешь, да, ведь этому учили, да, у нас, это же было, еще были времена Советского Союза. Это был Советский Союз, был турклуб, как бы, да, то есть, на самом деле, у многих, насколько я даже помню, крупных заводов, предприятий, у всех были свои команды туристические, да, то есть, и даст Бог это возродиться каким-то образом, потому что это интересно, и те же соревнования наши, да, на зеленый тазик, я же помню, приезжали все именно, как бы, командами выступали. Да, 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 это очень интересное соревнование, и это возможность перед большим походом потренироваться и посмотреть, на что ты способен, да, испытать себя, испытать свой флот, да, потому что ему предстоит долгая дорога. Вот, кстати, где сейчас можно выучиться, Артем, на вагоностроительном заводе существует какой-то клуб, вот, от вас, от вас же идет целая команда? Да, у нас существует туристический клуб, и вообще, в целом, мы ведем достаточно активную социальную политику, у нас активно развивается и волонтерское движение, собственно говоря, и участие вот в этой экспедиции, это тоже один из моментов, связанных с тем, что наши волонтеры активно занимаются и восстановлением воинских захоронений, и недавно отреставрировали танк, который встречает гостей Твери со стороны Торжка. Ну, много всяких разных объектов, люди небезразличные, люди помнят и чтят, как бы, защитников нашей Родины, сражавшихся на фронтах. Артем, ну, если вы принимаете участие вот в этой экспедиции, то, наверное, существуют какие-то другие походы, и что-то еще, может быть, походы выходного дня, что у вас принято? Да, и о подключении детей, да, родители подключают детей, ну, как это, как и положено. Ну, вот в этой экспедиции получилось то, что, да, идет достаточно много членов семей наших работников и самой маленькой участницы, 6 лет, но она уже опытный турист-водник. Опытный турист? Да, это ее не первый поход, но она, правда, идет совсем чуть-чуть, к сожалению, надо будет покинуть маршрут. Ну, это, по-большому счету, не важно, да? Да, все равно участвуют. Потому что я знаю, что вот у меня друзья, ты, наверное, знаешь, Женя, Никифорова, они брали своих детей, начиная, наверное, с года, сажали на байдарку. Практически, да. Да, да, совершенно маленьких еще только-только начинают ходить, но они, наверное, в лодку сели раньше, чем начали ходить. Виктория, у вас какой возраст учеников? И времена тяжелый, год непростой, к сожалению, да, пандемия, она у очень многих планов разрушила, да? И теперь я знаю, что без родителей никуда детям, да? Да, это так. Действительно, и мы тоже очень опасались за судьбу этой экспедиции, ну, по крайней мере, в этом году. И очень надеемся, что все-таки вот она состоится. Да, действительно, в последнее время есть очень такие серьезные ужесточения в плане безопасности ребят, которые выходят на туристические маршруты любые. И это обоснованно, Роспотребнадзор выставляет требования заполнить порядка ста документов для того, чтобы, например, в палаточный лагерь вывести группу детей. Это очень важно. Безопасность должна быть превыше всего, и мы действительно должны привести ребят здоровыми, невредимыми и прочее. Но это порой такой вот, ну, просто неподъемный труд для педагогов, которые параллельно в школе, да, выполняют свои основные функции, да, преподают, принимают экзамены, организовывают выпускные, потому что приходится все на летний период. Но, тем не менее, вот благодаря Гаррию Семеновичу, его опыту, его напору, нам удавалось еще до моего участия вот в водных экспедициях проводить партизанские тропы, где как раз тоже отрабатывалась вот такая пешая часть туристических маршрутов. Это же дальние районы нашего региона. Да, да, да. И вот благодаря этому мы, конечно, смогли в школе создать группу ребят, которые заинтересованы в турпоходах, которые приходят и уже с 1 сентября начинают интересоваться в музее, а что, будет в этом году что-то, а будет что-то. И подготовка нового похода, новой экспедиции всегда велась очень загодя заранее с теми обученческими моментами, о которых вот вы спрашивали. Так, за полгода обязательно на зимних каникулах мы уже начинали верстать наши планы участников, распределять какие-то обязанности. Были мастер-классы по совершенно разным вещам, начиная от сбора байдарок, заканчивая вязкой узлов. Это не бывает мелочей. Конечно, все это очень нужно. И сейчас, ну вот сейчас, конечно, к сожалению, мы можем взять детей только с родителями и только по инициативе родителей. Да, потому что условия пандемии, все-таки, да, учебные учреждения должны быть крайне осторожными в своих рекомендациях и в своем разрешении двигаться детям куда-то. Поэтому это инициатива родителей, да, школа и турклубный поседа, Игорь Семенович, это вдохновители в этом году, так будем считать. Детки у нас идут очень разновозрастные. Это и первоклассник, 7 лет, у нас такой Михаил замечательный, Федоров. У нас будет пятиклассник, ребенок, 10 лет. У нас будут ребята, которые закончили 10 классов. Медведев, Михаил с братом, который когда-то у нас учился, поэтому он уже не ребенок. У нас будет Мишин замечательный, такой вот Ванечка, который перешел в 11 класс. Ну и будет девочка, 5 все-таки человек. Девочка, это Павлова Настенька, которая выпустилась в 11 классе. Она ветеран туристического движения нашей школы, потому что ходила с очень маленьких лет с Гаррием Семеновичем по как раз всем тропам. Давайте объясним тем, кто, может быть, никогда не был в походе, что тот возраст даже не важен, потому что сколько бы тебе ни было лет, ты все равно член коллектива. И ты принимаешь участие в жизни лагеря, да? Ты тоже что-то делаешь посильно, да? Ты приносишь свою лепту, да? В обиход. Собираешь ли ты дрова, да? Или, может быть, ты готовишь что-то, умеешь готовить на костре, или учишься готовить на костре. Ты ставишь палатку, да? И в конце концов ты учишься владеть веслом тем же самым, да? Можно грести, да? А я бы, знаете, хотел бы добавить, на самом деле, что, ну, не знаю, может быть, многие даже знают про наш проект, который клуб делает совместно с администрацией города. Это вот парк приключений, то, что мы за этим институтом создаем, скажем так, да, такую уникальную точку. И вот просто чтобы не было у зрителей, у слушателей распалов, значит, это только автомобили, там именно он такой, знаете, многоплановый. В том числе и как раз вот детский вот такой туризм, да, то есть это одна из целей, да? То есть чтобы у детей не туризм как вот таковой, как путешествие, а подготовка, да? Потому что есть возможность, есть места, и какие-то даже вот прям зонирование сделано, что здесь будут детские лагеря, они будут учиться как бы. Это крайне важно. Вот, Андрей Валерьевич, вы в свою бытность где-то ведь проходили, да? Я помню даже на маршрут, если это серьезный маршрут, без того, что тебя не отпускали, если ты чего-то не знаешь, было что-то типа экзамена, да, была книжка, где отмечали, да, что, как у вас начиналось? Ну, я, в общем-то, в семье в такой вырос, которая путешествовала много, у меня отец заведовал кафедрой, тогда называлась кафедра зоологии Калининского государственного университета. И, собственно, я с младых ногтей знаю, как развести костер, как поставить палатку, как себя вести. Родители приучили. Родители приучили. Затем с ребятами в университете мы ходили, с друзьями очень много. Затем вот во время одного из таких походов, я помню, мы шли по речке Межа, по-моему, мы встретили как раз Гарри Семеновича с ребятами, он на берегу был. Он говорит, ну а что, давайте теперь с нами ходить. И вот мы на следующий год пошли с ним. И вот я так, собственно говоря, попал под его влияние, в его команду. А он ни много ни мало мастер спорта Советского Союза. Это очень серьезное название. У нас, кстати, ведь, по-моему, и нет, или очень-очень-очень мало людей такого ранга, да? Единственный. Единственный он, да? Мастер спорта тоже в области. Смотрите, вот вы рассказываете, да, кто как. Вот он у нас как будто бы незримо присутствует в этой студии, потому что каждый вспоминает. Это, кажется, случайность. Ничего случайного не бывает, да? Вот как Женя говорит, в электричке встретился, да? Вы встретились, да, на берегу стоял. И дальше все пошло, Виточка потянулся. Артем учился. Я работала, коллегой была. Вот, кстати, как, по-вашему, уважаемые друзья, сейчас чем можно убедить? Вот, к сожалению, Гарри Семеновича нет уже с нами. Но чем можно убедить детишек, что это безумно интересно? Что как их отвлечь? Поколение другое растет, да? Поколение гаджетов, как они, бедные, будут без компьютера, без сотового телефона. Но ведь не все, наверное, знают, что не везде на вашем маршруте будет даже сотовая связь. Да, это так. Как, по-вашему, нужно воспитывать новое поколение туристов? Можно я несколько слов скажу? И мне хочется сказать, начав все-таки с Гарри Семеновича все равно, личным примером. Мы поражались, что Гарри Семенович, будучи человеком, которому исполнилось 80 лет, в прошлом году был с нами в походе, делил с нами все трудности. Он был капитаном лодки Афония, которая называлась, потому что посвящена Афанасию Никитину. И, глядя на его жизнерадостность, на его силу, на его оптимизм, знания, вы знаете, просто начинаешь подпитываться и понимать, что вообще-то стыдно. Если ты не умеешь этого ничего, а человек такой возрастной, все это так легко, так просто делает и может выжить в любых условиях, при любой ситуации. Поэтому вот этот личный пример, вот этот неиссякаемый оптимизм, колоссальные знания, которые дают путешествия, говорят о том, что путешествия в юности, они заменяют чтение книг. И те дети, которые путешествуют, они столько набираются информации и знаний, которые позволяют им просто состояться вообще как личности и так далее. То есть вот этот личный пример — это первое. Гарри Семенович, он цеплял, если можно сказать, вот таким современным словом. И вот это, так сказать, цепляние, оно увлекало и позволяло отложить какие-то первостепенные задачи. Сейчас мы боремся за внимание детей, за их время. Да, да, это очень важно. Все расписано, да, у деток, которые замотивированы, которые пришли учиться, у родителей, которые понимают, что они хотят дать хорошее образование ребенку. Все расписано. Но слава богу, что есть такие родители, которые понимают, что без этой части развития ребенка, без физического развития, без вот такого общего развития, ребенок не будет полноценен, не будет гармоничной личностью. Слава богу, что такие родители есть. Евгений Валерьевич как раз. Женя, дочка первый раз идет с тобой, нет? Или она уже такая тоже бывалая походница? 17 лет ей, да? Ей 17 лет. На самом деле, дочке как раз повезло в плане того, что я за ней похлопотал. И у Гарри Семеновича, у которого возраст минимальный был для учеников что-то там типа 12-13 лет, да? То есть она попала намного раньше. Удалось мне его убедить, что все будет нормально. То есть дочка тоже с ним ходила, да? Она ходила с ним все вот эти, ну, партизанские тропы, да? То есть практически еще там чуть ли не со второго-третьего класса. То есть буквально с таких вот дискрет. Поэтому она, нет, как путешественница, у нее и Камчатка за плечами, и много чего как бы есть, как бы, поэтому, в принципе, путешествий мы много. А вот именно что на Байдарке, да? То есть у нас есть единственный сплав, там был небольшой по речке, как бы, так, ну, и то на один день. А вот так, чтобы неделю на Байдарке, это у нее будет первый раз. И она мечтает об этом, что-то самое приятное. Для многих, да, наверное, новичков-чайников, так называемых, много будет, да, в походе? Будут, 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 да? Будут. Но для них это просто мы, ну, я лично завидую, это все, это такое открытие. Это комплексная военно-патриотическая экспедиция «Волский рубеж-2020». Организаторы экспедиции «Портал Панорама-Промедилхолдинга Тверской проспект» и 17-я средняя школа при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России, Региональной федерации спортивного туризма, Тверского государственного университета, генеральный спонсор экспедиции, Тверской вагоностроительный завод. Кого еще не назвал, Арнерий Валерьевич? Ну, вот Тверь спецавтохозяйство принимает достаточно серьезное в этом участии. Технику предоставляют, да, это заброска? Да. Это заброска, вот то, что говорил Артем, да, это важно? Заброска, да. Потому что это далеко... Кроме того, мы традиционно занимаемся несколькими направлениями в экспедиции. Это историко-патриотическое, как я уже говорил, но кроме того, это естественно-научное, исследование родников, исследование каких-то особо охраняемых природных территорий, это введение Красной книги Тверской области. Ну, и кроме того, мы смотрим состояние, в принципе, экологическое по берегам тех рек, где проходим. Поэтому вот Тверь спецавтохозяйство, оно в том числе поддерживает и отчасти рекламирует вот такого рода деятельность нашей экспедиции, которая не всегда оказывается известной широкой общественности. Кстати, Андрей Иванович, коль дотронули эту тему, смотрите на экологическое состояние, вот вы, что называется, своими ногами протопали, своими глазами, увидели много, большую часть, наверное, Тверской губернии нашей, да? Да, наверное, всю. Как у нас состояние экологии? Что мы можем сказать жителям нашего региона? Ну, что касается количества диких животных и лесов, они у нас увеличиваются, как в количестве, так и в площадях, благодаря тому, что сельское хозяйство у нас уже не в том масштабе. Это, да, к сожалению, конечно. Раньше я вообще легко, на самом деле, ходил в пешей группе, брал карту, двухкилометровку-километровку, там каждая стёжка-дорожка показана, и вот я спокойно мог от одной деревни дойти, даже через какие-то леса, даже всё это. Сейчас даже по серьёзным дорогам, которые соединяли когда-то существовавшие деревни, у них сейчас нет этих деревень, потому что ничего не осталось. Очень сложно идти, как правило, эта дорожка превращается, ну, в сырых условиях глинистых почв южных районов в канал. Чаще она сохраняется в каких-то районах, типа Вышневогоцкого-Фировского, где есть соснички и песчаная почва, там она всё-таки видна. Ну, чаще вот для зверей это очень неплохо. Зверей встречаете по дороге? Да, зверей много, и медведь, и лось, и кабан восстановил, кстати, свою численность. Или восстанавливали, в любом случае, помните, бывает чума свиней, подстреляли их здорово. Нет, попадаются следы взрослых, особей, молодых кабанчиков, они быстро достаточно восстанавливают свою численность. Единственное, они не очень довольны, потому что деревни развалились, а если вы помните, в деревнях, где-то на окраине обычно высевали картошечку, сажали прочее, вот они там рыли. Это питание, это питание, да. У меня друг в этом году посадил, перебил картошечку, не стало картошечки, через неделю пришли кабаны и скушали её. Вот они страшно были рады, конечно, дело в том, что теперь они занимаются, ну, тем, чем они раньше занимались подножными кормами у нас. Если южнее, они, конечно, желудями промышляют, у нас сейчас дубов мало осталось, это вот как раз река Межа, Шесница, вот те южные, юго-западные районы. А вот по тем районам, где мы с вами пойдём, это молодые соснички, это личинки майского жука, вот как трактором всё буквально. Лапомство. Да, перепахано как трактором, там мелкие корневища, вот эти личинки. И, в общем, это не очень хорошо, потому что кабаны, ну, вот проходимость снижают ещё в большей степени уже эти зарастающие территории. Я тоже, хотя бы, пешей группы, да? Да, 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 вот я как участник традиционной пешей группы, хотя вот последний раз мы прошли с Гарри Семёновичем, вот на этой Афоне, о которой мы говорили на Байдарке. Ну, вот для пешей группы зарастание территорий, чему можно радоваться, потому что природа цветёт и пахнет. Кстати, не во всех как раз своих аспектах, потому что вот исчезновение агроландшафтов традиционных, оно связано с исчезновением многих видов птиц, животных, которые сюда пришли за человеком. Там какой-нибудь перепел, который в поле, там кростель достаточно в вашем количестве и так далее. То есть, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не очень. Вот палка о двух концах. Да, да, вот Виктория Викторовна рвётся сказать, да. Можно ещё раз сказать, вот, может быть, Андрей Валерьевич тоже ещё как-то прокомментирует. Значит, дело в том, что мы благодаря дочери Гарри Семёновича, Светлане Гарри... Вот, кстати, о перебивах мы приглашали в этой студии, но, к сожалению, я приборила, не сумела прийти. Да, увы, да, она передаёт огромные приветы всем слушателям и говорит о том, что она очень хотела бы быть с нами. И она с нами. Более того, она передала уникальную книгу, ксерокопию из собрания, из библиотеки Гарри Семёновича Горевого, 1928 года. Дальней экскурсии по Тверской губернии. Книга под редакцией Вершинского. И вы знаете, мы обнаружили, что наш маршрут в этой книге представлен и описан практически 100 лет назад. Здесь всё настолько подробно с деревнями, с ярмарки какие-то тут описываются, родники. И вот мы имеем, наверное, такую возможность как-то сравнить. Сравнить, да, какие деревни тут стояли, а что теперь, как Андрей Валерьевич сказал, поле паханное. На самом деле, такой опыт уже был. У него там есть не только путешествия по Волге, но и по Малоге. Мы по Малоге несколько раз проходили. Там, кстати, мы праздновали день рождения. Да, да, да. Одного из членов нашего Жени. Там и дочка его была, все были. И вот по этому путешествию я специально брал эту книгу. У меня есть она в электронном виде. Есть публикация вашего покорного услуги в двух выпусках Тверской старины. Так он называется по следам Вершинского, где описывается тот же самый маршрут, но через практически столетия. Но, наверное, сильно изменилось. Да, в основном это, конечно, зарастание. В основном это исчезновение населенных пунктов. Людей встречаете? Вот, кстати, о животных поговорили люди. И, может быть, сейчас мы уже даже говорим о безопасности того, чтобы уберечь себя от какого-то недоброжелательного отношения встречных людей. Какое в основном? Как встречают местные жители? Экспедицию? Туриста? Да, таких местных осталось, и, как я уже сказал, деревень мало, и, собственно, местных очень мало. Если деревня не цветет, это обычно дачники приезжают сюда на лед с хорошим доступом и так далее. Вот в 95-м году, когда мы с Гарри Семеновичем ходили, тогда сохранялись еще вот эти старые деревни, где были старые бабушки. Вот их отношение было невероятное. Чем более подделена, чем более глухая, тем более какое-то трогательное к тебе отношение, тебя и пригласят в дом. Мы обычно приходим с ребятками, ставим палатку, там, прошу, и можно поставить где-то рядом с вашим домом. Ой, да как же вы в этой палатке будете жить? Да вы что, у меня дом там прочее. Я вам там простоквашенную и так далее. Картошечки. Да, да, да. И вот всегда приглашали, и невозможно было сказать, что, в общем, мы комфортно достаточно в палатках спим. Ну, как же вы не удовольствовали, а вот это, значит, матерчатом образовании. Да, да, да. Что палатка, что-то не то. Вот сейчас уже тех людей, я думаю, нет всего. Мне кажется, есть, но на самом деле мне тоже сейчас вспомнился чудесный случай из похода по Средней Азии, когда мы выбрасывались с речки, выбрасывались, это отдельная история, там такой маленький масса масвалов, в нем 4 быка и лошадь. Вы представляете, за всю ночь езды, что с нами стало? Они же, как мы только встали, они нас поприветствовали, собственно, подняв хвосты. Около какой-то, не знаю, как это называется, кишары нас там выгрузили на берегу реки, да, и все, мы легли спать под утро. Просыпаемся от того, что пришла хозяйка, вот, собственно, и принесла нам там что-то краюху, лаваш какой-то и молока там, ну, разбудил практически, сказал, все, вот, пожалуйста, завтра готов из этой серии. Мы им говорим, спасибо, спасибо, как бы, сейчас мы уйдем, не будем мешать. Они говорят, нет, подождите, сейчас вы курдачок поедите и поедете. Они зарезали для нас бараны, как бы, и сделали, вот, ну, это, конечно, безумно вкусное блюдо, то есть это вот мясо баранино с картошкой, да, там немножко картошки добавляется. Они так вкусно рассматриваются. А я так думаю, что у нас телезрители, они говорят, а что мы сидим-то вообще-то? Вот смотрите, как все, туристическая жизнь. Как только очнешься, каждое утро по барану. Уже завтрак, да? Да, да, то есть просто представляете, да, группа, которая, грязная, чумазая, да, куда-то свалилась там вообще непонятно с гор к ним, как бы, и вот такое вот гостеприимство, да, то есть оно, конечно, ну, извините уже за эфир, что то же самое Карачаева-Черкесия, когда мы втроем выбрасывались чуть-чуть попозже, то есть группа ушла пораньше, там, в Усть-Жигуту, а мы хотели еще пройти порог, и мы догоняли их. И мы идем уже так поздний вечер, как бы, идем с этими байдарками, как-то в 20 оставалось дойти до Усть-Жигуты, навстречу едет УАЗик, вот просто проезжает, слышал виск тормозов, разворачивается, подъезжает. Говорит, вы в Усть-Жигуту? Мы говорим, да. Почему не голосуете? Встречная машина, то есть даже мысли не было проголосовать. И вот они нас загрузили, отвезли, нашли там вместе нашу группу, куда мы там, в какой-то школе нас разместили, ребятам договорились, разместились, как бы нагармили яблоками по дороге. Ну, то есть просто вот такое отношение людское, оно для меня, наверное, как бы, что называется, флагом по жизни. Отношение, да, к нам, к бородягам, это всегда очень тепло, душевно, а когда люди вот в дальних деревнях, которые жили, чем дальше от областной столицы, тем они интереснее, тем слушать, как их интересуют. А какие интересные истории и жизненный опыт, мудрость жизненная, ты вот это от нее берешь. Жень, я знаю, что вы с Гаррием Семеновичем памятник устанавливали. Это что за памятник и где? Ну, вот вы, собственно, первый мой поход такой большой, да, в 1988 год, когда по Волге справлялись, вот, ну, наверное, по инициативе, скажем, Гарри Семеновича, не едва, да, при поддержке, насколько я помню, Ржевского завода, вот, какого-то, я уже не забыл, как бы, да, то есть, у ребяту был готовен памятник, и это памятник батальону спортсменов-лыжников, которые попали на берегу Кокши в засаду. Там 400 человек, ребята, ну, молодые ребята, спортсмены, такая спортивная элита, как бы, да, то есть, их, они были брошены, вот, собственно, в Ржевскую мясорубку, и попали в засаду, практически все погибли. Ну, я был на этом месте, как бы, никогда, сейчас уже не так давно, то есть, я же, я по этим местам провожу свои экспедиции танковый рыв, то есть, автомобильные, да, то есть, мы тоже ездим по всем этим местам, по братским захоронениям, цветы возлагаем, ну, уже 20, собственно, 20 лет, да, то есть, уже тоже, наверное, 21 год в этом году будет танковому, вот. Вот, и, естественно, когда затрагивают тот район, как бы, да, то есть, обязательная точка для посещения этот, наш вот этот маленький, скромный памятник, да, ребятам, лыжникам, вот, там, конечно, то есть, ну, представляете, высокий, с одной стороны, высокий берег, а с другой стороны, вот, просто низинок, все, как на ладони, что называется, там, и деться-то некуда, один пулемет ставь, и все. Ну, вот, есть такая точка, она вот на карте, как бы, осталась, и сейчас мы, конечно, вот, экспедиция обязательно... И сейчас темно, многие детишки первый раз, вообще, многие участники первый раз, наверное, побывают там и посмотрят, ведь это, на самом деле, своими глазами посмотреть, пройти по земле, политой кровью, где шли ожесточенные бои. Ведь, что греха-то эти многие россияне, только, наверное, с выходом фильма «Ржев» и с открытием уникального памятника, мемориала, узнали о том, что здесь были такие бои, а до этого-то это не было известно вообще жителям России, многим очень. Да-да-да. Несколько слов можно сказать, в связи с этим, дело в том, что в этом году наша экспедиция получила задание, официальное задание от Тверского объединенного музея, которое было сформулировано историком великолепным, знающим Ржевскую битву очень-очень-очень глубоко, Герасимове Светланой Александровной. И вот это задание мы тоже постараемся выполнять. Суть этого задания, конечно, уже сводится к тому, чтобы зафиксировать состояние памятников войны, оставшихся после войны, доты, дзоты, рвы, укрепления, и постараться выверить имена на памятных досках. Это какая огромная работа. Да, такие задачи перед нами. Это, можно сказать, научная работа. Что мы будем этим заниматься и до, уже сейчас, экспедиции, занимаемся и после нее, поскольку это, да, большая, очень серьезная работа. Смотрите, какую важную нагрузку несет в себе экспедиция. Артем, я знаю, что будет все фиксироваться, вот Виктория сказала, фиксироваться. Это будет и фотосъемка, это будет и видеосъемка, да? И тоже вагоностроительный завод принимает в этом участие? Да, коллеги из прислужбы Тверского вагоностроительного завода будут приезжать к нам на маршруте и проводить съемку, как проходит экспедиция. Ну и плюс, своими силами мы будем вести такой некий пылевой дневник, и по итогам сделаем видеоролик. То есть это будет, смогут жители региона это увидеть, да? И фотографии, и видео, да? Есть ли вопрос, вот сейчас наверняка кто-то задаст вопрос, мы тоже хотим, мы тоже хотим, кому обращаться, и что, и какие планы? Потому что, наверное, на Волжском рубеже 2020 экспедиция не закончится. Не закончится, конечно. Андрей Валерьевич, расскажите секрет. Нет, конечно, вот то, что было вдохнуто Гарри Семеновичем, это очень сложно остановить, и не нужно, конечно, этого делать, потому что, как я уже сказал, это вот то, что воспитывает молодое поколение, это то, что их на некоторое время от гаджетов, там, виджетов отвлекает. И отвлекают их как раз своим примером эти закаленные участники, соратники Гарри Семеновича. Конечно, мы моложе его, но, тем не менее, частичка его у нас есть. И вот то разнообразие, которое предлагает экспедиция, это и специалисты в области естественной истории, это зоология, ботаника, это географы, это краеведы, это люди, которые работают в триатической тематике, и это вот люди, которые занимаются туризмом профессиональным, которые могут научить или показать своим примером, как это делается, как развести, например, дождь-костер, особенно если дождь идет три дня, или как себя вести, когда три дня идет дождь, и ты начинаешь уже переживать, тебе все кажется плохо, и как вести себя вот на этом рубеже, когда обычно это после первой недели происходит, у нас она недельная экспедиция, скорее всего, его не будет, но где-то после недели, когда-то больше, когда-то, короче, вот наступает рубеж, когда начинается психологическое протирание людей, это начинаются какие-то проблемы. Да, тем более, когда много людей, это много, огромный коллектив. Это нормальная ситуация, и к этому надо быть готовым. И вот это умение преодолеть вот эти рубежи, первые дни, как правило, вот это середина экспедиции, экватор, это вот как раз умение, которое могут вдохнуть в тебя твои старшие товарищи, опытные, которые могут показать, как надо себя вести, даже если тебе очень плохо, грубо говоря. Так куда, куда? Виктория Викторовна, добавляйте. Еще хочу сказать, вот, к ощущениям, которые как раз детки вот наши переживали, потому что они писали всегда статьи, писали свои дневники, вот, публиковали их. Так вот, одна из участниц экспедиции, вот, экскимица нашей школы, Журавлева Мария, она, например, так написала, «Наверное, нигде не чувствуешь себя спокойнее, чем здесь». Вот, понимаете, вот такое вот у нее вырвалось признание и ощущение. При том, что неспокойно, да, ты в движении, ты в постоянном каком-то действии для того, чтобы обеспечить себе, так сказать, жизнь в этом турпоходе. И вот нигде не чувствуешь себя спокойнее, чем здесь. Это очень важно. Это в чем-то наедине с природой. Да. Тем более, что кажется, да, вот мы живем в большом городе, кажется, что везде так все заасфальтировано, что везде горят фонари, да, а выйди, да, немножечко подальше. И тем более вот такая вот там вот природа, да, вот, Андрей Валерьевич, как вы говорили, какие тропы, какие звери, какие птицы, такого больше резко где встретишь. И, наверное, у нас можно далеко не ходить, я не говорю, а, может быть, тем, кто предпочитает дальний берег, заокеанский какой-нибудь. А зачем? Когда у нас есть свое, тем более такие условия в мире, да, и у нас есть где именно отдохнуть. Потому что физическая нагрузка – это тоже, да, это тоже великолепный отдых. Так, Артем, к вам можно прийти каким-то образом записаться вот людям со стороны или прийти вот именно приобщиться к туризму? Или исключительно сотрудники завода? В первую очередь это сотрудники завода. Им стоит обратиться к своему непосредственному руководителю, и уже он сориентирует, куда обратиться точнее. Ну да, но у вас завод – это мини-город, да? Это людей много, которые тоже захотят, это несколько человек обратить, тоже мало не покажется. У нас уже порядка 10 тысяч человек. Можно обратиться к своему руководителю, и он подскажет. Да, мы говорим, что на Тверском вагоностроительном заводе существует свой клуб, туристический клуб, куда можно обратиться, и целая команда ходит, да, уже от вагоностроительного завода. Во многих организациях они сохраняют, они никуда, конечно, не пропали. Где-то они тлеют, где-то они работают благодаря вот таким личностям, как Гарри Семенович. У нас в Тверском государственном университете тоже есть туристический клуб, так что… И студенты, преподаватели ходят? Студенты, преподаватели, да. Вместе, да? И разные маршруты, и разные направления. Да, это уже не водный туризм, большей частью, поэтому как-то мы не пересекаемся вот в данном направлении, в наших экспедициях, вот с Тверским государственным университетом, так тесно. Но там есть и другие направления, это и горный туризм, это и туризм такой ради туризма. Кому что по душе, да, кто-то себя найдет. А у вас есть музей, да, Виктория Викторовича? Да, у нас есть замечательный музей в школе, музей имени Алексея Тихоновича Севастьянова, летчика-героя, и в этом музее есть очень много сменных выставок. Гарри Семенович был заведующим школьного музея, и последние годы, благодаря его такой очень-очень активной и мудрой деятельности, наш музей смог представить несколько очень-очень важных проектов. Это были проекты, связанные с сбором информации о героях Великой Отечественной войны в Прибалтике, на территории Белоруссии, затем у нас был период, когда мы очень тесно общались с коллегами из московской школы «Лидер», и вот эти проекты, они, естественно, всегда очень тщательно описывались, составлялись отчеты, и мы старались и в средствах массовой информации школьных, потому что у нас таковые тоже имеются, это и школьные газеты, и школьный медиапортал «Вектор», и в газетах местных наших, областных газетах, вот «Тверская жизнь» и под флагом «Тверской жизни» экспедиции проводились очень долгое время водные экспедиции, мы публиковали наши отчеты. Ну, конечно, в связи с тем, что Гарри Семенович ушел, у многих встал такой вопрос, у многих учителей, учеников и родителей стал вопрос о том, а будет ли жить музей дальше. Директор нашей школы однозначно дал ответ, что, конечно, и жить, и продолжать свою деятельность музей обязательно будет. Более того, я хочу сказать, что на должность заведующего школьным музеем приглашена дочь Гарри Семеновича. Дело продолжается. Дело продолжается. Уважаемые друзья, у нас время эфира подходит к концу, к сожалению, такой интересный разговор. Я надеюсь, что подробный отчет об этой экспедиции, вот как сказал Артем, это будут показаны ролики, может быть, какой-то клип, может быть, какой-то фильм будет сделан, да? К тому же, один из организаторов экспедиции, это портал «Панорама.Про» медиахолдинга «Тверской проспект». Наши уважаемые коллеги обязательно подробно отпишут отчет об этой экспедиции, всем будет интересно прочитать. Напоминаю, что экспедиция проходит при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроительной России, Региональной федерации спортивного туризма, Тверского государственного университета, генеральный спонсор экспедиции, Тверской вагоностроительный завод. Вот, уважаемые друзья, пусть это будет для вас незабываемо, пусть это будет крайне интересно. Главное, очень познавательно. Вы делаете доброе дело, интересных вам походов. Всего доброго. До свидания. Спасибо огромное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова